Добрый вечер, уважаемые телезрители! На этой неделе оппозиционные партии начали акции протеста с требованием об отставке правительства и ряда других структур государственной власти. Вчера парламент в первом чтении принял поправки в Конституцию, предполагающие лишение депутатов неприкосновенности за некоторые действия, связанные с коррупцией. За эту поправку проголосовало 64 депутата правящей партии Действия и Солидарность и партии ШОР. Есть ли между этими событиями какая-то связь и как оценивает оппозицию ситуацию в стране? Об этом поговорим сегодня. Я Анатолий Голя, в студии сегодня вице-председатель парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батрынча. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, господин Батрынча, начнем с протеста, пожалуй. Вы еще в феврале собирались, объявили, что создается платформа, пригласили всех для участия в эту платформу. Начались события в Украине. Они отложили все это. Сейчас как бы оживает внутриполитическая борьба, внутриполитическая жизнь. И на этой неделе возобновили протесты. Но партия социалистов неожиданно для многих сначала заявила, призвала всех участвовать в протестах. Потом партия социалистов пошла отдельно, без партии коммунистов. В чем проблема? Протесты мы начали, как вы справедливо заметили, в январе-феврале. Но за 24 февраля, безусловно, та ситуация, которая произошла в Украине. Мы проголосовали за ведение чрезвычайного положения. Нужно было всем способствовать стабилизации положения в Молдове. И партия социалистов оказалась на первой линии приема беженцев. Потому что все те районы, которые расположены на границе с Украиной, возглавляются представителями социалистов. И поэтому более месяца до сих пор наш район находится на передовой в этом плане. Ситуация, безусловно, требовала консолидации какой-то власти и оппозиции парламентской, для того, чтобы обеспечить все необходимые меры. Но первый режим ЧП отработали. И уже на этапе введения второго ЧП мы категорически выступили против. Это с 24 апреля продление? Да. По той причине, что правительство начало использовать ЧП не в тех целях, которые были изначально обозначены. А именно состояние ЧП позволяет более эффективно использовать публичные средства, более эффективно организовывать работу. Но мы заметили, что через эту комиссию по чрезвычайному положению стали принимать поправки в бюджет, которые никаким образом не касаются гуманитарных миссий. Начали распределять бюджетные средства в пользу повышения бюджета министерств, силовых ведомств, СИБА, президентуры, парламента. Конечно, в тех условиях мы сказали, что нет никакого ЧП, парламент функционально, надо работать. Помимо этого, есть сегодня хроническая болезнь и правительство всей власти. Все 100% проблем ответственности они с себя полностью сняли и переложили на ситуацию в Украине. Но так сложилось, что сегодня инфляция в Молдове и цены в Молдове выше, чем в Украине, которая находится в состоянии военных действий. И, соответственно, мы сказали, что нет, что-то с этим правительством идет не так. И это правительство полностью само себя сняло ответственность за социальное положение в стране. Не существует никаких мер регулирования рынка, регулирования цен на продукты. Мы предложили целый ряд мероприятий по тому, чтобы снизить цену на бензин, на топливо, для сельского хозяйства в том числе. Ни одна из инициатив не проходит. И, соответственно, в этой ситуации мы начали протест. Сегодня власть полностью закрыла себе в своей пропаганде. Они полностью сосредоточены на своей внешней политической повестке дня и просто забыли граждан. Поэтому начались протесты. Что касается отношений в блоке коммунистов и социалистов, это наша внутренняя ситуация. Поверьте, что мы ее, Антоний Васильевич, быстро разрулим. Но протесты должны носить национальный характер. Участвовать должны все. Все должны требовать от власти принятия необходимых инициатив. Все должны оказывать давление на данное правительство, чтобы оно не снимало себя ответственность за то, что происходит на рынке. Владимир Николаевич, вы подробнее, пожалуйста, потому что вы сказали, что ситуацию мы разрулим. То есть есть какие-то разногласия. Потому что вот Виктор Нестрянов задает вопрос. Я буду пользоваться сегодня вопросами телезрителям, потому что вопросов очень много, а я не по существу. Что за странные раздельные протесты по СРМ и по КРМ? В чем их смысл и не страдает ли от этого качество? Александр Рожко, известный вам. Почему громогласно и пафосно объявив о мегапротестах социалисты позорно слились в первый же день, за час до мероприятия оставив коммунистов протестовать с шоровцами? И так далее. В чем все-таки вот что произошло? Причем за час до протеста практически. Есть определенные внутренние ситуации, взаимоотношения. Мы живой организм. Внутри блока. Мы блоки с двух партий, но ничего сложного, нерешаемого нет. Отрегулируем все процессы, все будет хорошо. Социалисты протестовали на этой неделе практически всю неделю. И сейчас, сегодня мы протестовали также у Минсельхоза, у правительства. В среду у нас был большой протест у правительства. И, соответственно, в понедельник мы были у Нацбанка. То есть протесты проводятся, протесты никто не отменяет. А если есть какие-то внутренние взаимоотношения, это наши внутренние взаимоотношения. Мы их решим. И поверьте, что все будет хорошо и стабильно. Я ожидал, что причина в другом. Не во внутренних взаимоотношениях, а в том, что к протестам... Не только внутренние взаимоотношения, но есть и повестка дня. Мы две партии. Есть повестка дня, есть вопросы согласования, которые есть всегда. Мы дружно работаем в парламенте. У нас не было в парламенте никаких голосований разных. Но есть иногда моменты организационные, есть моменты повестки дня, которые мы согласовываем в рабочем порядке. Это понятно. И мне это даже нравится. Потому что я не люблю, когда правящее большинство, что оппозиция голосует все как один. Это ненормально вообще-то. У депутатов нормально, чтобы были отдельные мнения по разным вопросам. Но связано ли это с тем, что к протестам присоединилась партия ШОР? Многие увидели отказ социалистов участвовать в совместном протесте, потому что к этому присоединилась партия ШОР. А у социалистов есть печальный опыт сотрудничества с партией ШОР. Многие считают, что социалисты потеряли достаточно много голосов на парламентских выборах из-за предыдущего сотрудничества, помните, в декабре 2021 года. Еще раз повторюсь, только в этом году партия социалистов вместе с Блоком провела более 40 протестов. Мы были активны. Это не всегда освещает пресса, но тем не менее мы были активны. И мы протестовали у всех локаций. У президентуры было несколько протестов, у парламента. Еще раз говорю, не всегда это доходит и доводится через средства массовой информации. Но тем не менее, протесты были, протесты будут, они будут нарастать. И в них должны участвовать все абсолютно. Если есть какие-то внутренние отношения у нас с Блоком, мы сумеем их разрешить. И все будет хорошо, Блок функционировал и функционирует. Я не хочу сейчас лить воду на мельницу наших оппонентов, что-то там происходит. Ничего не происходит. Мы всегда отличались дисциплиной. Если вы обратите внимание на заседание парламента, у нас нет такой практики, как голосование по-разному. Более того, хочу вам сказать, что есть принцип демократического централизма. Мы на фракции обсуждаем. Да, есть кто-то, не согласен. Мы высказываемся, мы спорим. Но если принятое решение большинством существует, то... Меньшинство подчиняется. И в другой ситуации тоже самое люди меняются ролями. Кто-то где-то из этих, кто был в большинстве, но так оно должно быть функционировать. Не должно быть вот этого разногласия. И мы не должны в данном случае помогать нашим оппонентам и давать им какие-то аргументы. Мы организованы, мы дисциплинированы. Мы обсуждаем все наши инициативы. Сегодня много мероприятий, которые проводятся. И, к сожалению, на этой неделе, да, может быть, не все наши мероприятия совпали. Не проблема. Разберемся, все будет хорошо. Тем не менее, ситуация в стране остается сложной. Это признают все. Это признают граждане. Это признает оппозиция. Это признает и власть. Но ваша инициатива о создании вот этой оппозиционной платформы, она как-то не сработала. Не стали. Кроме трех парламентских партий, нет протестов. Там гражданский конгресс пытался в феврале. Но с началом войны они тоже приостановили. Что дальше? Возможно или попытка объединения оппозиции в очередной раз провалилась, как всегда бывало в Молдове? Предположу, что вы обратили внимание на проведение мероприятий 9 мая. Что их отличало от предыдущих лет? Что в этом году была единая колонна. Народная колонна. Не было никаких альтернативных мероприятий, как было в предыдущие годы. Что кто-то идет в другое время, в другом месте. И 9 мая объединила на самом деле более десятка политических партий. Это не заслуга какой-то партии. Однозначно. Не однозначно. Это не заслуга партии. Я не пытаюсь сейчас тянуть лавру на себя. Приватизировать 9 мая. Я говорю о том, что были переговоры между разными политическими партиями. Они не были публичными, анонсированы. Но было принято организационное решение разными партиями идти вместе. И это хороший прецедент. Потому что сейчас не должно идти борьбы за лавры. Кто там первый, кто там первый. 9 мая было в предыдущие годы. Такое уже было. В предыдущие годы были разные колонны, которые шли по разным маршрутам. Но не суть. Я привел это как пример коммуникации. Как пример того, что протесты должны проводиться без партийной символики. Должны проводиться общенациональными. Данная платформа, идея ее была именно в этом. Суметь объединить на платформе разные политические партии. Разных людей, отдельных личностей. Без того, чтобы кто-то чувствовал, что теряет свою идентичность, как партия. Переговоры были, они будут. Конечно, ситуация в Украине. Сказал, что и мы, блок коммунистов, социалистов. Два месяца отказались от протестов. Сейчас вернулись. И мы уверены, что участников протеста будет много. Будут разные. И протесты должны носить национальный характер. Объединять тех, кто сегодня против произвола власти. По поводу 9 мая, раз вы уже сказали, на мой взгляд, это все-таки заслуга власти, прежде всего. Которая приняла перед 9 мая вот это решение о запрете Георгиевской ленты. И это был своеобразный протест. Протест. Не обязательно. И наверняка не сторонников каких-то политических партий. Вы как расцениваете эту ситуацию? И вот Борис Гончар вопрос. Видит ли Влад Николаевич проблему в том, что западный мир называет ситуацию на Украине войной России. И что из-за ношения георгиевских ленточек в этой войне лента стала ассоциироваться не с победой в Великой Отечественной войне, а с пропагандой русско-украинской войны на стороне русского агресса? Безусловно, 9 мая не было и не будет партийного мероприятия. Оно объединило многих людей. И да, власть своими замашками, введением государственной цензуры и так далее способствовала мобилизации людей. Способствовало тому, что люди возмутились тем, что им пытаются нарисовать черно-белую картинку мира, что людям пытаются представить какую-то примитивную интерпретацию исторических процессов. Пытаются привязать события Великой Отечественной войны 9 мая к событиям сегодняшним в Украине. Мы желаем мира и добра России и Украине, диалога. И наши мероприятия 9 мая не имеют никакого отношения к этим событиям. И когда все каналы власти, телевидение, журналисты кричали о том, что это чуть ли не мероприятие 9 мая, чуть ли не выпад в защиту одной из сторон конфликта между двумя странами, это, конечно, была глупость, это была пропаганда. 9 мая – это наше отношение к историческому процессу. И мы не допустим того, чтобы кто-то интерпретил его конъюнктурно. В зависимости от того, что происходит в тот или иной момент. Это был момент консолидации людей. Но тем не менее, не надо отрицать того, что за этим мероприятием стоит большая организация. Такие мероприятия сами по себе не проводятся. Есть логистика, есть юридические процедуры, есть много того, что необходимо обеспечить, чтобы люди могли… Я знаю, что Комитет Победы занимался вроде бы, куда входят разные партии. Да, входят разные партии, входят десятки организаций, и это уже не первый год так, и это самое правильное отношение. Поэтому за всем этим стоит организация. И хочется лишь сказать спасибо и всем организаторам, и участникам. И, конечно, не должно быть примитивно и банально, что там кто-то тянет одеяло в данном случае лишь на себя. Власть здесь способствовала возмущению, конечно, людей, потому что, когда людям пытаются навязать какую-то свою примитивную точку зрения, людей это не устраивает. Радик Аделев, вопрос. Что происходит в Украине, как вы относитесь к войне у соседей, чей Крым? Я отношусь к событиям в Украине, как к братскому военному конфликту. Это близкие страны, это страны, которые объединены и одной историей, и одной культурой. У меня много друзей и в Украине, и в России. Я не вижу, если честно, большой фундаментальной разницы между этими людьми. Я вижу, что их очень многое объединяет. Это, конечно, очень неприятно и очень горько видеть, до чего дошли отношения между этими двумя странами. Конечно, мы считаем, что существовали и существуют сегодня попытки спихнуть эти страны. К сожалению, мы видим, что на протяжении последних лет, вместо того, чтобы способствовать диалогу и миру, были попытки эскалации, выноса на какие-то международные площадки, которые не способствовали миру. Мы желаем мира, диалога, добра. И, конечно, как можно скорее этот конфликт должен быть остановлен. Потому что он очень негативно влияет и на нас, Республика Молдова, способствует напряжению и в нашей стране. Чего нам рассчитывать в дальнейшем? Как вы видите, как политик, как вице-председатель парламента? Мы встречаемся, Наталья Васильевич, с разными дипломатами на разных площадках, ведем беседы. И мы со своей точки зрения представляем видение этой ситуации. И мы ко всем обращаемся с тем, что необходимо направить все усилия на мир, а не способствовать гонке вооружений или гонке санкций. Вооружения и санкции никогда нет такого прецедента, когда они приводили к хорошему сценарию. И все усилия международных организаций должны быть направлены на обеспечение качественного, профессионального, дипломатического диалога между этими двумя странами. Это то, что должны с нашей точки зрения проводить и осуществлять все международные партнеры. Все должны быть заинтересованы в мире. Но диалога нету, переговоров вообще нету. Может быть, в Молдове в качестве нейтральной страны высказывались такие предложения, чтобы предложила какую-то платформу для переговоров? Молдова, к сожалению или к счастью, это маленькое мирное, дружественное государство, нейтральное. И, к сожалению, роль Молдовы или, опять же, к счастью, она не является ключевой в этом диалоге. Но не мы придумали этот мир. Существуют сильные страны, сильные организации, сильные миры всего, которые иногда выясняют между собой отношения в таких маленьких странах, как наши. Наша общая задача сегодня – это консолидировать суверенитет, нейтралитет Молдовы и не допустить эскалации у нас в Молдове, потому что такие попытки мы видели. Не допускать провокаций, либо если эти провокации происходят, то все независимо правые, левые центристы должны осуждать эти провокации. Мы сегодня должны защитить мир и стабильность в нашей стране. Что касается взаимоотношений между Россией и Украиной, диалога, непростого диалога, потому что мы понимаем, что это военные мероприятия. Есть, конечно, мировые региональные организации, есть сильные державы, которые должны сосредоточить, которые обладают сильной дипломатией, которые обладают специалистами подготовленными, которые должны с нашей точки зрения обеспечивать мир и диалог. Что мы видели какие-то периоды затиши, когда происходили такие переговоры. И такие периоды надо просто затянуть и, что называется, способствовать разрешению. Да, решения непростые, простых решений здесь быть уже не может, мы все это понимаем. Но их надо искать, их надо найти. И я бы не хотел, чтобы Республику Молдова каким-то образом привязывали, рассматривали в пакете, либо каким-то образом поднимали роль Молдовы в этом процессе. Такие попытки есть. У нас такого количества посещений до Республики Молдова, такими высокопоставными чиновниками не было за все 30 лет существования Республики Молдова. На фоне заявления о том, что надо прорывать коридор к Приднестровью, на фоне взрывов, которые произошли в Приднестровье, непонятно, кто их организовал. Мы это все рассматриваем как провокации, задачей которых является втягивание Республики Молдова в эти события. И мы все, и власть, и оппозиция, и все граждане не должны допустить таких сценариев. Когда на международных площадках принимаются резолюции, вот как ПАСЭ, где просто через какой-то амендамент, поправку вносят Республику Молдова в резолюцию по России и Украине, мы рассматриваем это как провокацию, как попытку нас тянуть. Это и ваше упущение тоже? Ваше лично, как депутат, член делегации в ПАСЭ? Я сделал в те моменты то, что я мог сделать как делегат. Я попытался донести до и руководства, и до делегаций, которые принимали участие, что официальной позиции Республики Молдова по этой поправке нет, что она появилась поздно. Она появилась, и нужно было, когда обсуждалось в комитете, если я не прав, поправьте, когда обсуждалось в комитете ПАСЭ, если есть возражение против этой поправки, то она выносится на голосование ПАСЭ отдельно, на пленарном заседании. Так как представители Молдовы в комитете, в том числе социалисты, не возражали, никто ничего не сказал, или не участвовали, это я не знаю, то она принимается автоматически. Ее приняли на пленарном заседании автоматически. С вашего позволения, давайте все-таки, если... Да, внесите ясность. Давайте все-таки по процедурам, и тогда то, что мы тоже читаем разного рода заявления, что там кто-то отмолчался, что кто-то там ничего не сделал. Я не являюсь частью вот этого комитета, в котором рассматривался этот проект, и в котором рассматривались и поправки. Поправка появилась в последний день, в день принятия, в день принятия. Мы об этой поправке узнали, что называется, по почте, по телеграфу. Она ни с кем из молдавской делегации не обсуждалась. Не была официально запрошена позиция молдавской делегации, не была запрошена позиция молдавского правительства Лемида. И, соответственно, мы, как те, кто не в комитете, да, мы об этом узнали уже в заседании. А представители молдавского в комитете есть, были или нет? Да, есть один представитель от власти, есть в этом комитете. От нас в этом комитете нет никого. Поэтому, когда мы с этим столкнулись, мы начали связываться с членами нашей делегации. Все нам сообщили о том, что с ними это не обсуждалось. И наша делегация участвовала онлайн. Мы подали жалобу о том, что участники заседания ассамблеи онлайн были дискриминированы с точки зрения возможности технического участия в процедурах. Я запросил слово, и это слово технически мне не предоставилась возможность высказаться. Более того, это заявление не только наше, если вы проанализируете заявление от одного делегата от власти у нас в Молдове и от делегаций некоторых других стран о том, что ассамблея, которая прошла в гибридном формате, кто-то физически, кто-то онлайн, не все делегации имели возможность высказаться. И что было еще одним нарушением, высокая скорость, с которой произошло рассмотрение этой и резолюции, и поправок. Соответственно, в данном случае никто не может нас обвинить, что мы там что-то не сделали и так далее. Эта поправка не была проконсультирована с Молдовой, хотя там более 10 подписей под ней, ни одной подписи от Республики Молдова нет. Соответственно, это попытка извне внести Молдову в эту резолюцию. Более того, ни делегация Грузии, к примеру, ни другие делегации не попросили какие-то поправки по своим странам. Никто не хотел участвовать в резолюции по России и Украине. Это одна из попыток нас вовлечь, каким-то образом использовать Республику Молдову. Понятно, прояснили. На ваш взгляд, Молдова соблюдает нейтралитет или есть какие-то отклонения? Потому что в последнее время много. Когда мы принимали решение по введению чрезвычайного положения, был консенсус в парламенте. Да, и два месяца сосредоточились на работе по беженцам. Первый месяц позиция власти была четкой, сдержанной. Мы говорили о нейтралитете, делали аккуратные заявления, декларации. То есть не было каких-то перегибов и перекосов. Началась кавалькада вот этих всех визитов, высокопоставленных лиц. И мы заметили, как спустя месяц риторика власти начала меняться. Исходя из этого, мы делаем логический вывод, что те визиты, которые посадили в Молдову, требовали визитеры от Молдовы более жесткой позиции и осуждения до одной из сторон. Что касается природы нейтралитета, существуют разные формы нейтралитета, разные трактования нейтралитета. Но, безусловно, классическая форма нейтралитета говорит о чем? Что когда дерутся двое, либо конфликт между двумя, тремя, четырьмя странами, нейтралитет подразумевает невмешательство в эти события. И то, что мы не берем одну из сторон, а мы как нейтральная страна содействуем миру. Это была бы цивилизованная, нормальная роль Республики Молдовы. Мы можем осуждать любую из этих сторон. Но давайте скажем честно, Молдова маленькая страна. Какие санкции мы можем принять? И, кстати, это сказала госпожа Майя Санду в первый же месяц. Вот от нас, тоже на одной из передач, она сказала, что от нас требуют каких-то санкций. А какие санкции мы можем... И не только в первый месяц, и на прошлой неделе сказала, и на этой неделе. Я не вижу изменения риторики. Нет, они к некоторым санкциям присоединились. Самое интересное, были нелепые присоединения к санкциям ВТО, во Всемирной торговой организации. Зачем это нужно было? На каких-то других площадках. Либо это были провокации, либо несогласованная оппозиция. Но представители Молдовы на этих площадках голосовали за эти решения. За принятие определенных институций. Зачем и как это способствует консолидации экономических интересов Молдовы, непонятно. Да, мы бы понимали, если бы от нас зависела экономика других стран. В данном случае мы зависимы от экономики и рынков других стран. Какой интерес наш экономический к присоединениям к санкциям ВТО, непонятно. И, соответственно, появились определенные деропажи, отклонения, в данном случае, от этой позиции нейтралитета. У нас короткая реклама на РТР Молдова. Мы продолжим дискуссию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Я беседую с Владом Батренчевым, вице-председателем парламента. Мы говорили про нейтралитет. На этой неделе правительство отдало отрицательное заключение на предложенный вами законопроект о постоянном нейтралитете Республики Молдова. Я хотел спросить, будете ли настаивать вносить снова какая-то процедура? Это политическое, конечно, решение, конъюнктурное. Просто, конечно, они не хотят, в данном случае, признавать инициативу оппозиции. Но аргументы, если честно, абсолютно нелепые. Я бы даже сказал, где-то глупые. От первых лиц государства, где говорят, зачем нам закон о нейтралитете, если есть это в Конституции. Но если так, то любой юрист вам скажет, что это просто пронзительная неграмотность. В Конституции есть много статей, зачем нам нужен уголовный кодекс, административный кодекс, тысячи нормативных актов. Все это действующее законодательство, нормативные акты, они существуют для реализации того, что прописано в Конституции как в высшем законе. И сегодня практически все нормы, которые есть в Конституции, они отражены в законах, которые расшифровывают, регламентируют, дают ответы, как поступать тому или иному учреждению в случае том или ином. Нейтралитет сегодня – это единственная норма, у которой нет своего закона. То есть что это подозревает с точки зрения правительства, с точки зрения Министерства иностранных дел, что это подозревает с точки зрения Минобороны либо парламента, как реагировать в той или иной ситуации. То есть расшифровка понятия. Да, и имплементация, реализация в данном случае. Но вы сказали, что это решение конъюнктурное. Да. А решение партии социалистов, разве не конъюнктурное, партия социалистов при правительстве КИКУ в коалиции с демократической партией голосовала за снятие законно проекта, который был внесен партией коммунистов в 2012 году о нейтралитете. Я, кстати, очень благодарен, что вы подняли этот вопрос, потому что на последней передаче, встрече с вами, вы заявили об этом, я с вами спорил. Я в этот раз пришел, что называется, подготовленный. Данная инициатива действительно принадлежит партии коммунистов. И более того, в период мандата 2014-2018 годы мы эту инициативу не раз коммунистами предлагали в повестку дня. И, соответственно, мы настаивали на том, что она была рассмотрена. 2019 год, то, что вы в прошлый раз сказали, мы не отклонили инициативу как законодательную инициативу, либо как проект. Это была техническая процедура, техническая комиссия, связанная с тем, что в парламенте не было авторов. То есть некому представлять данную инициативу. То есть когда коммунисты были в парламенте, мы ее поддерживали всегда. То есть раз в 5-6 точно были такие попытки. В данном случае, когда в парламенте нет авторов, никто не может ее представить. И одна из комиссий постоянных парламентских взяла ряд законопроектов, в которых уже нет авторов, и предложила парламенту не на голосование против, а на отклонение, потому что нет авторов, которые могут... Исключительно рассмотреть. Мы вернулись авторы, мы вернулись в этом созыве с блоком коммунистов и социалистов. Это одна из тех инициатив, которые мы обсуждали еще когда создавали этот блок. Она в данном случае нас объединяет. И данную инициативу мы обозначали и озвучивали на протяжении всех этих лет. И, соответственно, это не какой-то ноу-хау. Да, в период, когда происходят эти события в Украине, в период, когда наши официальные лица из Молдовы, и спикер парламента, и премьер, и другие ездят в Киев, делают заявление. По возвращении обратно мы узнаем, что их украинские коллеги делают заявление о перемещении военной техники. И в случае, когда Молдова присоединяется к каким-то санкциям в каких-то международных организациях, мы, конечно, настаиваем на том, чтобы парламент изучил этот документ. Более того, мы люди адекватные, нам нужно голосование по этому законопроекту. Мы проводили разного рода консультации с парламентским большинством. Мы говорили, что мы предложили минимум три формы. То есть сказали, либо мы дополняем этот проект и работаем по нему, либо мы создаем новый законопроект, который регистрируем. То есть мы искали форму, нам нужен был результат. А просто отклонение без того, чтобы дать внятные аргументы, без обсуждений в парламенте. Это просто глупо, это нелепо, юридически это смешно. Правительство хотя бы постаралось найти какие-то там аргументы, высказаться внутри. А парламент и президент даже этот проект не рассмотрели. Многие высказались, я вам говорю просто со всем возмущением, высказывались люди, которые не читали этот законопроект. Президент Майосанду его не читал, я в этом уверен. Вы будете настаивать дальше, какая процедура сейчас? В данном случае, когда есть авис правительства, независимо от того, он позитивный или негативный, мы имеем право предлагать его на рассмотрение в парламент. И мы, конечно, будем его продвигать. Но еще раз говорю, господин Гойлер, наша задача, чтобы он был проголосован. Мы не искали здесь дешевого какого-то пиара, показать, что кто не хочет. Мы предлагали разные формы. Они не хотят говорить в принципе о законе и о нейтралитете. Они не видят необходимости в этом законе. Они не предлагают свою редакцию этого закона. Потому что сегодня всем чиновникам Республики Молдова, дипломатическим миссиям, переговорщикам не существует четкого закона и инструкции, и регламента, как они должны отстаивать этот антитет. Более того, в случае с нейтралитетом других стран, этот нейтралитет признан ООН, признан международными структурами. Это тоже процедура в международном праве. В данном случае, ни один из государственных чиновников Республики Молдова не попытался в ООН провести рассмотрение этого вопроса и получить признание со стороны ООН. То есть эта норма, она сознательно, если хотите, и преступно игнорируется. Либо они это не делают по глупости, либо они этого не делают и не добиваются целенаправленно. А современный мир и события показывают, что нам этот нейтралитет нужен. Это наш зонтик. — Да, но очень сложно обсуждать, когда у твоих границ идет война. Сложно не допустить перекосов. — Так, а может быть, тем более надо обсудить. Я же еще раз вам говорю. Мы им сказали, мы понимаем ваше политическое отношение. Предложите вы законоправление. — Но вы же знаете, что нейтралитет предполагает сильную армию. — Нейтралитет предполагает сильную армию. Это Швейцария. — Швейцария исторически веками воевала. Это их историческое наследие. И у них сильный бюджет и сильная армия. Но таких стран, как Швейцария в мире, единицы. Что касается нейтральных стран, не таких сильных. — Их примеры классические. — Когда это международно признаны, в том числе на уровне ООН, нейтралитет страны, международные эти организации, эти страны находятся под юрисдикцией, в ведении. И под Советом безопасности ООН, международных структур, сильных, которые обладают необходимыми бюджетами, необходимыми технологиями и так далее. То есть мир не прямо такой банальный и примитивный, как нам здесь рассказывают наши некоторые молдавские чиновники. Есть четкие гарантии, есть международное право. И когда и существует международно признанный нейтралитет страны, она находится под защитой международного сообщества. Мы не можем сегодня построить армию, которая нам заменит международное сообщество. Оно более эффективно. Два. Сегодня в Республике Молдова экономический коллапс. Власть полностью устранилась из экономики. Их не интересует, как пополнять бюджет. Откуда у нас бюджетные средства на формирование в короткие сроки сильного... В короткие сроки нет. Соответственно, продвижение закона о нейтралитете, признание его международными структурами. Потому что они катаются, они тратят миллионы бюджетных денег. Вы знаете, как признается нейтралитет в международных структурах. Вы знаете историю Австрии, которая попала в окно после Второй мировой войны и добилась этого признания. Сейчас это сделать не так просто. Особенно в условиях войны в Европе. Господин Голе согласен. Но для чего существует парламент? Для чего существует политика? Для того, чтобы мы хотя бы обсуждали эти вещи. Чтобы мы искали консенсус. Чтобы мы искали решения. А здесь власть, которая закрылась сама в себе. Они боятся с кем-то разговаривать. Вы видели когда-то парламент, в котором ни одна инициатива оппозиции. Мы треть парламента. Мы представляем волю третье население Молдовы. Ни одна наша инициатива. Я не говорю уже о нейтралитете. Ни сельское хозяйство, ни экономика, ничего. Ни одного инициатива не рассматривается парламентом. И эти люди называют себя открытой властью, властью для людей. Соответственно, если они избегают дискуссий, концептуальных дебатов, мы не можем выработать никаких решений. Сегодня чиновники, которые представляют Молдову за рубежом, не получают внятных указаний. Непонятно, на что они работают. Потому что у нас слабая власть, которая ничего не решает. Ни в экономике, ни в армии, ни в тралитете, ни в чем. Ко вчерашнему обязательно хочу обсудить этот вопрос. Вчерашнее голосование в парламенте по поводу поправки в Конституцию. Значит, поправка предусмотрит дополнение статьи 70 Конституции положением о том, что, цитирую, согласие парламента на задержание, арест, обыск или привлечение к судебной ответственности депутата в случае нарушений, связанных с коррупцией, пассивной или активной торговлей, влиянием, превышением полномочий, незаконным обогащением или отмыванием денег не требуется в согласии парламента. Оно было принято в первом чтении голосами, как я уже сказал, ПАС и ШОР. «Блок коммунистов и социалистов против». Что плохого вы видите в том, чтобы не требовалось снятие иммунитета отдельно для привлечения к ответственности депутатов за вот такие деяния? Господин Гойлер, вот вы, с моей точки зрения, компетентный журналист, который знает всю историю нашего политического класса. И, может быть, вы знаете ответ на вопрос, который не смогли нам дать авторы этого законопроекта по изменению Конституции. В каких странах Европейского Совета Европы, в который входит Республика Молдова, существует такая практика, такой опыт? Вы слышали где-то такое? Они приводили вчера примеры. Примеры приводились разные. Примеры приводились разные. Госпожа Стамати не привела ни одного примера. Ей попытался помочь господин Уланов. И привел пример Франции и, по-моему, Голландии. И у меня было выступление... И господин Навак тоже там привел пример Франции. У меня было выступление, просто, к сожалению, было ограничено по времени. И я привел им, что такое во Франции иммунитет. Франция является родиной парламентского иммунитета, где он существует и до сих пор. И во Франции, в Краснодарской Конституции, очень четко написано, что иммунитет существует для защиты депутата, для свободного волеизъявления, для принятия законов, для того, чтобы он не мог, внимание, преследоваться. Потому что это избранник народа... Преследоваться за что? Чтобы он не мог преследоваться за выражение своих политических идей. Я сейчас на это и отвечаю. Иммунитет не освобождает от преступлений. Соответственно, есть резолюция Совета Европы, ИПСЭ, о том, что иммунитет защищает депутатов от влияния финансовых групп, от влияния групп в юстиции, от влияния подконтрольных групп. Вот в этом... Это не инвенция Олеси Стамати, либо Литвиненко, либо кого-то другого. Это норма Совета Европы. Таких преследентов нет. Во Франции сенаторы, депутаты защищены. В том числе и от произвола финансовых групп. Поэтому не бывает понятия частичного иммунитета. Тем не менее, если депутат нарушает закон, есть процедура его привлечения к ответственности. Да, эта процедура более сложная. Потому что этот человек, он избранник народа, он принимает законы. Но сегодня любого депутата парламента Республики Молдова можно привлечь к ответственности, если он нарушает законы. Путем снятия иммунитета. Да, и это не такая сложная процедура. Теперь, что касается... Что касается административных правонарушений. Вот я хотел спросить. Я не вижу препятствий. Вы получили штраф за ношение Георгиевской ленты? Нет, власть запуталась. Запуталась. Власть запуталась. Можно ли привлечь депутатов за административные нарушения? С моей точки зрения. И не только с моей точки зрения. Передача нам тоже не позволяет более подробно поговорить о юридической составляющей. И в Совете Европы, и во Франции, которую вчера почему-то решили обсудить в парламенте. Ну, некомпетентно, около научно так. Нет защиты депутата от преступлений. Есть гарантии того, что к нему не будет применен правовой беспредел, что не будут применены методы влияния. Что касается вот этих норм, полуиммунитета и так далее. Это создаётся для того, чтобы депутата могли под предлогом, под предлогом того, что есть подозрения, могли изолировать, могли провести какие-то вне возношения его мероприятия, которые будут мешать и не позволят ему голосовать в парламенте. Либо это будет влияние в отношении лица с тем, чтобы он проголосовал каким-то образом в парламенте. Потом с него снимут обвинения. Но, тем не менее, он был подвергнут шантажу. Процедура привлечения депутата к ответственности, почему она такая? Для того, чтобы был транспарентный процесс. Для того, чтобы высказалась юридическая комиссия парламента. Были даны соответствующие правовые оценки. Сегодня любой прокурор сможет взять депутата. Это каким-то образом способствует качество юстиции. В резолюции Совета Европы что сказано? Что такие вещи до ослабления иммунитета могут быть в странах с сильной юстицией. Я вчера спрашивал людей из ПАСа. Я говорю, вы уже уверены так сильно в юстиции в Республике Молдова? Она уже такая вся безгрешная. У нас полно людей без иммунитета, которые участвовали в краже миллиарда, в приватизации, которые обокрали это государство, вывезли из этой страны огромное количество денег. У нас 40 депутатов прошлого парламента, которые продались и ушли в парламентское большинство, сегодня сидят или привлечены к ответственности 4 бывших коммуниста. В отношении 30 депутатов ЛДПМ и ЛП, у меня есть ответ Генеральной прокуратуры, не были инициированы никакие уголовные мероприятия в отношении незаконного обогащения. А Тудор Делиу, Мария Чубану говорили о том, что депутатам ЛДПМ платили больше денег за переход, чем коммунисты. Согласен, я тоже задавался этот вопрос. У меня столько случаев, ни с чем не разобрались, но приходят с теми косметическими продолжениями. По мне, за подкуп депутатов надо начинать тогда с самого начала. Абсолютно верно. А самое начало, это было 4 ноября 2011 года, когда из партии коммунистов вышел Игорь Дадон, Вероника Абрамчук, Зинаида Гречан и потом Иоанн Чабан. Вот оттуда всех нужно привлечь. Господин Голи, я понимаю, ваше желание сейчас изменить просто акценты, обвинить всем социалистам. Нет, я абсолютно согласен, что те, которые вышли из ЛДПМ, из либеральной партии, господин Геренчук, кто там был, по всем нужно. В отношении этих 40 человек есть очень много информации, как минимум публичной, о подкупе, где прокуратура не отреагировала. В отношении Игоря Дадона, Зинаида Гречаной, вы не сможете предоставить никаких деклараций. Игорь Дадон и Зинаида Гречаной создали политический проект. Господин Воронин тогда говорил, даже суммы называл. Да, но почему-то не обратился никуда и ничего не продемонстрировал. Еще не поздно. В отношении же этих людей существует сумма, существуют материалы и факты. Вы хотите сейчас поговорить об Игоре Дадоне? Нет, абсолютно. Я сейчас хочу поговорить о том, что не социалисты украли из этой страны деньги. Это сделали люди из АЕ1, 2, 3, 4, которые обворовали банковскую систему и приватизировали полстраны. И никто сегодня из них не находится на скамье подсудимых. Ни одного человека, ни одного человека не привлекли. И самое главное, ни одного дела, доведенного до конца. Ни одного миллиона, которое возвратили домой в Молдову. Если сегодня есть необходимость социалистов сделать крайними, господин Голи, пас с вами согласен. У них нет желания разобраться с Плохотнюком, с Филатом, с бывшими премьерами. Я хочу вернуться. У них нет желания привлечь губернатора Национального банка, где Конституционный суд признал, что 14 миллиардов денег напечатали в обход Конституции незаконно. Вот нет желания разбираться. Но надо сейчас показать, что социалисты самые большие воры и бандиты. Завершим тему иммунитета. Ну это просто пропаганда власти. Да, тему иммунитета. Завершаем. Тема иммунитета. Вы не ответили на вопрос. за административное правонарушение. Я привел пример вношения Георгиевской ленты. Давайте абстрагируемся от этого. За нарушение правил дорожного движения. Депутата можно штрафовать без снятия иммунитета? Я это говорил ими раньше. Они уже сейчас начали об этом говорить. Просто им надо было вначале пару раз удариться об стенку. Два юриста должны были дать семь мнений. Депутат должен оплатить штраф за административное правонарушение. Вот я это хотел от вас услышать. Депутат должен быть привлечен от... Без того, чтобы снимать иммунитет. Господин Голе, в чем нелепость вот этой истории? Получается, если депутат убил, изнасиловал или совершил грубое преступление, надо идти через снятие иммунитета в парламенте. А если есть подозрение, либо есть нарисованное уголовное дело по коррупции, то его надо брать сразу без парламента. Получается, что сегодня их обвинения более значительные, чем убийства. Противоречия есть. И последнее. Есть противоречия? Есть противоречия. Господин Голе тоже видит противоречия. Либо мы снимаем иммунитет полностью, либо не надо рисовать какие-то свои политические истории. Но сегодня за убийство депутатам уже будет привлечь только через парламент, через снятие иммунитета и генпрокуратуру. А для того, чтобы депутата задержать, для того, чтобы совершить какой-то обыск, смазки шоу, для этого им не нужно вообще никакого парламента. И, господин Голе, последнее. Республика Молдова под мониторингом Совета Европы. Мы часть Совета Европы. Изменение Конституции мы обязаны согласовывать с Советом Европы и с Венецианской комиссией. Власть сегодня получила пару оплеух от Венецианской комиссии за закон о прокуратуре и не только, что они игнорировали полностью план реформы юстиции с Советом Европы. Не может сегодня власть играться с текстом Конституции без Совета Европы и без заключения Венецианской комиссии. У нас короткая реклама, после которой мы продолжим тему. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Как всегда, у нас много вопросов и мало времени, господин Батренча, но тем не менее. Что касается иммунитета, я не понимаю, почему всегда оппозиция сопротивляется. Этот вопрос же обсуждается. Не впервые. И ведь очень легко, когда есть парламентское большинство, тем более такое, как сейчас, снять иммунитет с любого депутата оппозиции. Да нет проблем в иммунитете. Может, это же как раз против власти. Если они что-то совершат по коррупции, то тогда снимать с них иммунитет сложно, а прокурор может привлечь. В том-то и дело, что нет у нас никакого здесь страха. А вы готовы проголосовать? Во втором чтении? Нет, конечно. Просто потому, что это юридическая безграмотность. Просто потому, что никакой аргументации. Просто потому, что мы говорим, что есть необходимая инициатива, а вы занимаетесь косметикой. Мы говорим, по Нацбанку по решению конституционного суда, который признал, что банковские гарантии были не конституционны, государственные гарантии, и эмиссия 14 миллиардов лей была незаконна. Мы это в конституционном суде год боролись. И вместо того, чтобы сделать эту комиссию, нам предлагают, извините за выражение, но политическую котлету. Мы предложили ряд мероприятий, ряд законопроектов по помощи аграриям, по поводу акцизов, многие другие вещи, которые мы хотим обсуждать. А нам предлагают какую-то котлету, извините, и мы полдня теряем на это. Потому что это полуграмотный закон, потому что он не пройдет, потому что венецианская комиссия это все аннулирует. И потому что не может быть частичного депутата, частичного иммунитета. И потому что это политическая бита, понимаете, потому что любого депутата может будет изолировать от общества, просто потому что на него покажут пальцем. И поэтому... Но можно так же сделать через снятие иммунитета. Нету частичного иммунитета. Если это оппозиция, то через снятие иммунитета. Да, но вопрос в том, что это спекулятивно. С вашего коллеги с Раду Мудряк сняли иммунитет. Мы всегда были корректны, мы больше уважаем закон. Это правый у нас закон, у них существует только для их оппонентов. Они, будучи оппозицией, пользовались иммунитетом, врывались в правительственные здания, блокировали трассы национальные. Вспомните, они им пользовались больше. Мы всегда были более корректны и более уважительны к закону. Идем дальше. Мы не хотим участвовать в этом театре полуграмотных людей, которые продвигают какие-то косметические инициативы. Они говорят, это наше электоральное обещание, предвыборное обещание. Мы говорят, ребят, разберитесь изначально с вашими главными предвыборными обещаниями. Виктор Нистрянов, что происходит в муниципальной фракции партии социалистов, откуда вышел Сергей Афанасенко, заявив, что ему угрожал физическая расправа один из коллег? Мы сделали сегодня заявление партии. Хотели бы, чтобы и вы ознакомились. Оно есть и в сетях, и на сайтах. К сожалению, мы считаем, что в данном случае наш коллега просто был использован какими-то внешними силами. Потому что и у меня великолепное отношение с Сергеем, и у руководства партии. Мы всегда продвигали его и его инициативу. Мы всегда с ним контактировали, у нас с ним теплые отношения. Он просто использовал какой-то... Кто ему угрожал? У него был личный конфликт с одними из коллег наших по фракции. И этот конфликт, как и многие другие текущие бытовые ситуации, было и раньше, мы всегда эти вопросы дружно собирались, решали. Это текущая ситуация, которую он использовал просто как мотив. Как мотив для чего? Для того, чтобы покинуть фракцию. Зачем? Потому что вчера он был решающим голосом в определенных... А, при голосовании за референдум по стадиону. Да, в определенных часах, в том числе и по референдуму. И по тому, что мы не нашли. Мы с ним общались на днях буквально на фракции. Он попросил поддержать один закон, один проект по линии муниципального совета. Мы попросили фракцию поддержать. Как мы всегда шли Сергею на встречу. У нас никогда с ним не было никаких напряжений. Если честно, для меня это неприятный сюрприз. Я позвонил человеку, к сожалению, не дозвонился. И мы предложили и пригласили его на дискуссию. Мы нам напомнили о том, что люди голосовали за нашу команду. Он в этой команде всегда продвигался. К сожалению, в новостях солгали, интерпретировали его слова. Он сказал, что председатель фракции ушел. Он был председателем фракции. Сейчас Одинцов председатель фракции. Но мы его выдвинули. Это высокое доверие. Еще раз говорю, у него контакт всегда был с руководством партии. Это единственный случай, когда он не вышел на разговор с нами. Когда он не попытался выяснить отношения. Зная его, он бы обязательно это сделал. То есть мы здесь видим внешнее влияние. Мы здесь видим какие-то попытки раскола фракции. И соответственно мы предпримем все мероприятия для того, чтобы защитить голоса людей. Защитить эти мандаты. Теперь референдума по стадиону не будет? Потому что есть этот вопрос от телевизора. Нет, этот вопрос может быть рассмотрен в повестке дня. Что имеет вообще город, муниципальный совет к стадиону, который не является муниципальной собственностью? Ну, во-первых, существует инициатива и генпримара. И наша инициатива, чтобы этот объект перешел в состав муниципия. Потому что есть интересные проекты, которые мы можем там внедрить. За 15 лет, пока там была вот эта бесхозная территория, никаких проектов не было. Потому что 15 лет во власти, из них 12-13 лет были правы. И вот эти все альянсы, Майя-Санду и другие, конечно. И цирк они забыли, и многие другие объекты они забыли. Но у примарии... У меня есть видео, кто разрушал стадион. У муниципального совета. Я храню господин Тарлев по указанию господина Воронина на тракторе, там символическое разрушение стадион. Да, понятно. А потом Филат там... Потом Филат, потом другие, потом жилые дома там хотели строить. И в конце концов, это примаривалось бомжатник, который стыдно в центре города. Кстати, сегодня гостиницу национально начинают сносить. Вроде бы как. Я очень опасаюсь, что там появится новый бомжатник. У нас есть проект под республиканский стадион муниципальный. Вопрос в том, что процедура, по которой решение принимала демократическая партия Плохотнюка, и сейчас продлила партия Пас Майя-Санду, процедура была нарушена. Должен быть... Есть закон, есть процедура. Должна быть транспарентность, должна быть сумма. Вот вы знаете, как журналист, наверняка вас интересует, а какие условия? Вот наверняка вы не знаете. Посол США у меня в студии рассказал, в принципе, все, что там будет. И какая сумма? И сумма называлась там что-то около 20 миллионов долларов, что-то такое. Но сумма будет обсуждаться из рыночной стоимости, насколько я знаю. Это будет транспарентное сделано. С утра деньги, вечером в стуле, я думаю, послушаю. Конечно. Существуют принципы международного права, которые регулируют дипломатию. Либо Молдова получает симметричный участок земли в другом месте. В Вашингтоне. Либо есть процедура публичная, транспарентная. Тогда господин Плохотнюк хотел очень быстро решить вопрос. И он его очень быстро решил. Госпожа Майосанду решила не усложнять себе жизнь, не искать законной формулировки и процедуры. И решила просто продлить дело Плохотнюка. Мы с господином послом обсуждали. Мы сказали и с нынешним, и с предыдущим. Нам задавали вопрос и так далее. Мы сказали, вы же учите, делитесь опытом транспарентности, демократии. То есть наверняка вас интересует не только цель, но и процедура, которая должна быть соблюдена. Поэтому есть нормальная реакция в обществе и так далее. Да, я уверен, что этот вопрос будет под строгим мониторингом всех. И журналистов, и всех. И меморандум подписан. Цена должна быть объявлена. Меморандум подписан кем? Агентством публичной собственности. К АПП. Поприятать публик. Так вот, в законе, который в данном случае был принят парламентом, написано, что после второго чтения будет заключен меморандум АПП. Это этим агентством. Так вот, еще второе чтение не состоялось в парламенте. Агентство публичной собственности уже заключило этот меморандум. То есть до того, как закон был принят во втором чтении, а публиком... Не, понятно, но процедуры же важны, закон же важен. Да, мы маленькая страна. Да, к нам можно относиться по-разному. Но тем не менее, нас же учат по уважению к закону и процедур. Поэтому все должно быть в соответствии с законом. И должна быть транспарентность. И люди должны знать, сколько стоит это мероприятие. И люди должны знать условия, по которым это происходит. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Почему этот проект, который господин... Это новый посол. Да, новый посол. Господин Кент. Я знаю, что вы встречались с ним в тот день, когда он был у меня на передаче. Что мешало, вот что мешало этот проект сделать публичным? Вы же ему могли задать этот вопрос. Просто вы предложили его обсудить. Я поэтому и подтянулся. Я знаю, что встреча была. По поводу выборов в Кишинево, раз мы эту тему обсуждаем, кто будет кандидатом партии социалистов или блока коммунистов и социалистов на выборах примара Кишинева? Ну, мы обязательно его объявим. Выборы местные через полтора года. Вот когда мы вступим в компанию, мы обязательно... Не так много времени осталось. Нужно готовиться. Полтора года это очень много, господин Голя. И полтора года это время, за которое можно имплементировать много проектов и в Кишинево. Потому что в Кишиневе у нас крупнейшая фракция. У нас в Кишиневе наши коллеги работают по секторам, внедряют проекты, реализуют проекты. Все, что происходит в Кишиневе, в этом есть и роль партии социалистов, наших соедников. Мы хотим здорового климата, мы хотим реализовывать проекты, голосовать за бюджет, делать программы. Господин Чебан рассматривается в качестве вашего кандидата? Мы сегодня абсолютно открыто не рассматриваемся вообще ни в блоке, ни в партии. Выборы в будущем году, потому что они в будущем году. Но мы сегодня регулируем работу фракции, 22 советника. Вы же уже опытный политик. Вы знаете, что подготовка к следующим выборам, в том числе муниципальные, начинается на второй день после выборов. Так как у меня небольшой опыт есть, я знаю, что такие разговоры, они лишь вредят атмосфере. Потому что сегодня наша муниципальная фракция должна работать с мэром. Сегодня у них еще полтора года для того, чтобы внедрять проекты. Время будут выборы, и мы обязательно все объявим. Зачем эти разговоры сейчас? Зачем сейчас создавать эти интриги, дестабилизировать ситуацию в муниципе Кишиневе? У этого добиваются, пытаются создавать между нами какие-то истории. Всегда находятся недоброжелатели, которые пытаются создать между нами конфликт. Мы разберемся со всеми. А досрочных парламентских и президентских выборов вы будете добиваться? Это решение будет принято нашим блоком, позиция по этому решению. Но заявления уже были на этот счет. Сегодня мы видим необходимость отставки этого правительства. То, что оно не справляется категорически ни с одной из задач. И ПАС создает новое правительство. Вы можете предлагать кандидатуру, каким-то образом влиять? Да, в том-то и дело, что у них ни скамейки запасных нет, ни людей нет. Сегодня профессионалы понимают эти все политические игрища, видят много непрофессионализма. Не хотят принимать участие в этом процессе. Кадровый голод чувствуется. Соответственно, наша задача отставка правительства на протестах мы решим на этой платформе, о которой вы говорили. Отставка правительства и дальше? Я думаю, что это с моей точки зрения, но это решение, которое должно быть озвучено не мной одним. Это не должно быть индивидуальным решением. Это должно быть требованием платформы оппозиционной. Это должно быть требованием протестов. Эта инициатива должна исходить от людей. Я говорю, отставка правительства и дальше следующий шаг. Да, не исключено к тому, что мы будем требовать досрочных парламентских выборов. Но у них есть парламентское большинство. Ну понятно. Они могут создать новые правительства. Я подвожу к вопросу господина Очереднюка, который спрашивает, есть ли законные методы отстранения от власти нынешнего президента и парламента? Есть законные методы, они должны быть выработаны, они будут анонсированы. Это должно быть не решение одной партии, как это должно быть решение, выработанное совместно. Национальным протестом, участниками, политическими партиями, гражданским обществом. Мы не хотим сейчас тянуть одеяло на себя и анонсировать задачи, которые должны быть выработаны совместно. Понятно. Но, конечно, мы сегодня видим, что парламентское большинство не принимает нормальных инициатив. Нет программ для людей. Потому что парламентское большинство занимается сегодня лишь идеологией, геополитикой и какими-то косметическими инициативами. На следующей неделе день рождения президента Майя Санду, у нее юбилей. Как оппозиция будет поздравлять президента? Пожелаем здоровья. Здоровья нужно всем для того, чтобы преодолеть кризис, который они создали. Спасибо. Уважаемые телезрители, здоровья всем и мира. Всего доброго. До встречи в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин